Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 13 октября 2020 года. Это видео посвящено вопросам по рамкам металлоискателей в общественных местах, например, метро. Я сразу скажу, что я не хожу через рамки вот уже некоторое время, как я стала разбираться в этом вопросе. А прохожу рядом, когда иду в метро. Не всегда это просто, удается не всегда. Но, тем не менее, я все время прохожу, и пока меня никто не остановил, практически ни разу никто не пристает. Один раз пристал охранник на станции ВДНХ, прогонял мою сумку через сканер, прям такой напуганный был. Я подумала, что пока он мою сумку пытается просканировать, ох, сколько там всего металлического было, он мне сообщил, что у меня там ключи лежат, какая новость. В это время настоящий террорист, если он был бы беспрепятственно, прошел. То есть они играются в войнушку, они пристают к гражданам, но не занимаются, собственно говоря, профилактикой терроризма. Получается так. Потому что мы понимаем, что террористы или все террористические акты, в общем-то, это результат тех же самых глобалистов, это орудие их производства, все террористы. Террористы просто так не появляются из ниоткуда, никаким образом. Это все тоже из этой же системы, из систем глобального управления мира. Перехожу к делу. Первое, что вы, как простые, добропорядочные граждане, можете усвоить, то, что вам не обязательно проходить через эти рамки. Это дело добровольное. Есть примеры, граждане пишут письма, получают ответы, но нам надо и москвичам писать подобные письма в органы управления на сегодняшний момент и получать обратную связь. Второе. По медицинским показаниям также можно не проходить эти рамки. В любом случае вы можете их не проходить. Сердечные клапаны у кого и металлические импланты. Особенно опасны сердечные кардиостимуляторы. Третье. Существует презумпция невиновности. Четвертое. Закон о полиции. И вот в этом фильме я покажу вам несколько сюжетов, как я сама в метро прохожу. И мы разберем законы, вышеперечисленные, чтобы у вас была правовая база, если вам встретится хам или хамка в форме и будет принуждать вас проходить через эти рамки. Итак, первое. Я нашла блог, где автор знакомит нас с процедурой. Граждане писали обращение в органы управления. Я сознательно не говорю власть, а органы управления на данный момент. Вот есть такой сайт. Мне встретился он еще от 2019 года. Прохождение через рамку металлоискателей является добровольным. То есть нам не надо сто раз открывать Америку. Нам нужно повторить ту работу, которую уже люди проделали для нас, собственно говоря. Делали они это для себя, но тем не менее мы все можем воспользоваться этой работой, этой обратной связью. И вот писали, писали Петербург. Проверено Петербурге. Подходят, здороваются. Звоню, звоночек. То есть если где-то закрыто, и нужно пройти мимо рамки, звонят, звоночек, подходят, здороваются, открывают. Вообще должен стоять рядом альтернативный проход. И вот они писали письмо управления заместителем мэра Москвы, правительства Москвы, по вопросам социального развития, об Оленскому писали. И обратно пришел ответ. Уважаемые авторы обращения, в правительстве Москвы рассмотрено ваше обращение по вопросу установки металлодетекторов в образовательных организациях города Москвы, вот по образовательным организациям, они ссылаются на закон согласно федеральному закону 26.12.2012 номер 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации охраны здоровья, обучающего, включает в себя обеспечение его безопасности во время пребывания в образовательном учреждении. С данной целью в образовательных учреждениях города Москвы установлены рамки металлодетекторов. Диапазон электромагнитного спектра металлодетекторов, используемых в образовательных организациях, соответствует установленным нормам САНПИН 2.2.4.11.91-03, электромагнитные поля в производственных условиях и рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей. Прохождение через металлодетектор является добровольным. Досмотр может быть произведен также альтернативными методами, но только в присутствии, внимание, представителя полиции, о чем должен быть составлен соответствующий акт. Сотрудник охраны учреждения может провести лишь визуальный осмотр учащегося и принять решение о его допуске на территории образовательного учреждения. Вот, соответственно, если уже очень сильно упереться и не дать просто сотруднику образовательного учреждения проверять, вызывать полицию, ну, если там играться до конца, то можно так. Либо просто ссылаться на вот эти акты, либо самим написать свое собственное заявление и получить свой собственный ответ. И желательно еще его и нам озвучить. Было бы очень интересно. То есть нам нужно народу собирать свою собственную статистику. Нам же врут, мы понимаем, что нам врут, нас геноцидят. Это незаконная захватившая власть на территории Советского Союза, эти пиратские организации. Вот, поэтому мы должны собирать собственную статистику, потому что большой процент населения зазомбирован телевизором и СМИ. Вот еще одно было. Еще был один ответ правительства Москвы, департамент культуры города Москвы. Вот был ответ. Уважаемый Михаил Михайлович, коллективное обращение, направленное в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу и в прокуратуру Калужской области по вопросу установки, установления электронных рамок металлодетекторов в образовательных учреждениях в Департаменте культуры города Москвы в рамках компетенции рассмотрены в соответствии с федеральным законом, я не буду повторяться, что прохождение через металлодетектор является добровольным. А, то есть они писали Москву, и им нужно было в своем районе. Вот они и оповещают об Оленского Михаила Михайловича. Так далее. Еще тут одно письмо. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела вопрос об обеспечении безопасности электронных рамок металлоискателей метро и на вокзалах России для досмотра пассажиров и грузов и сообщает пределы компетенции. При досмотре багажа используются установки, в том числе с источниками рентгеновского излучения. В настоящее время дозы облучения багажа не нормируются. Вместе с тем необходимо отметить, что при досмотре багажа с помощью оборудования установленного в местах массового скопления людей вокзала метро не происходит радиоактивного загрязнения багажа, в том числе находящихся в нем пищевых продуктов вследствие отсутствия рентгеновской установки радиоактивных веществ, а также минимального времени воздействия на него ионизирующего излучения. Нормально здесь, вот уже здесь ложь написана. Требования по работе на установках регламентированы санитарными правилами и нормами САНПИН 261-2369-08, гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками. При досмотре пассажиров используются металлоискатели в диапазоне электромагнитного спектра. Критерии безопасности, которые установлены СП-224-1191-03, электромагнитные боли в производственных условиях, рентгеновские сканеры и так далее. Вот, если пассажир отказывается от досмотра на установке с использованием рентгеновского излучения, досмотр может быть проведен альтернативными методами. Понимаете, все это альтернативными методами. Я дам ссылку на этот сайт, и вы можете внимательно ознакомиться. Но чтобы время не терять, мы просто пойдем дальше. Вот еще одно письмо. И здесь тоже пишется. При использовании рентгеновского сканера для персонального досмотра людей доза облучения человека колеблется в зависимости от физических характеристик используемого источника. То есть неизвестно, в каком месте, в какой момент, какой именно источник используется. Людей просто прогоняют, и население не знает, насколько вредны вот эти установки, рамки, вот эти металлодетекторы. В любом случае, значительно ниже установлено для населения норматива. Какие веселые ребята. Что это типа, это все безопасно. То есть это опасно, но не очень. Мы вас не больно зарежем. Информацию о дозе облучения можно получить у оператора по происхождению досмотра, который является добровольным. Если пассажир отказывается от досмотра на установке с использованием рентгеновского излучения, досмотр может быть проведен альтернативными методами. Вот Брагина. Это Брагина, заместитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, Роспотребнадзор. Вот была такая Брагина. Не знаю, может быть и сейчас она есть. Итак, здесь люди провели работу. Они получили несколько писем. И в каждом письме было написано, что прохождение рамок дело добровольное. Если вы не хотите проходить эти рамки, то вас никто не имеет права заставлять проходить эти рамки. Вам должны предоставить альтернативный проход. И могут сделать свой собственный досмотр. Причем вы можете упереться и пригласить, чтобы обязательно были полицейские. Не просто охрана какая-то там стоит, а именно, чтобы были приглашены полицейские, был составлен акт досмотра. Это первое. Еще давайте посмотрим видеосюжет Геннадия Нищенко, который еще будучи в должности главного врача санитарного, что он говорил о вреде рамок. Он был категорически против установки этих рамок в метро и в общественных местах. Геннадий Нищенко сегодня высказался против того, чтобы на вокзалах и в аэропортах устанавливали рентгеновские рамки для досмотра пассажиров. По мнению главного санитарного врача страны, они могут повредить здоровье. Безопасно проходить через такие сканеры можно только 20 раз в год. Те, кто подвергается рентгеновскому контролю чаще, могут получить опасную дозу радиации. Еще более категорично. Геннадий Нищенко высказался об идее установить рентгеновские рамки в метро. По мнению главы Роспотребнадзора, в таком случае миллионы пассажиров будут подвергаться опасному облучению, а вот эффективность таких проверок в толпе будет равна нулю. Теперь я хочу посмотреть сайт юрист онлайн. Вот у нас граждане, когда им нужна какая-то правовая помощь, они идут в интернет, они ищут, они напарываются вот на подобные сайты. Юрист онлайн и бесплатно тут консультация. Ищите ответ, задайте вопрос юристам. Давайте вот задали вопрос юристам. Кто-то задал вопрос аноним. Могу ли я отказаться проходить через рамку металлоискателя в метро и на каком основании? Вот четко задает вопрос человек. Два вопроса у него тут. Могу ли я отказаться проходить через рамку металлоискателя в метро? И если могу, то на каком основании? Он просит юридическую консультацию. Ответ юристам. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, могу ли я отказаться проходить через рамку металлоискателя в метро и на каком основании? Что делать, если сотрудники СКМ, службы контроля метрополитена, отказываются показать документы на эту рамку, мол, они у начальства, и вызывать начальство мы не собираемся, ведь проход через металлоискатель – это досмотр, который могут проводить только сотрудники МВД, а не работники метро. На мой отказ проходить через нее не требует покинуть территорию метро, ссылаясь не на нормативно-правовые акты, а на свои внутренние правила. Ну и давайте посмотрим, что этот сайт отвечает. Отвечу вам, вот тут какой-то Алиев Самир, отвечу вам не как юрист, а как гражданин после стольких. А вас не спрашивают как гражданин, а вас спрашивают, человек написал юристом, а не гражданином. Не поболтать он к вам пришел, поговорить по душам. Но здесь пошла уже манипуляция, манипуляция мнением. А как гражданин после стольких терактов вы благодарите, что вообще стоят эти металлоискатели, и через нее должны проходить абсолютно все граждане. Тем более данные правоотношения могут регулироваться внутренними правилами. То есть Наврамше, Саврамше, товарищ. Вот его не спрашивали, а он пишет. Ответы юристов. Следующий читаем. Ну это еще в 2012 году было, посмотрите. Здравствуйте. В информационном письме Роспотребнадзора от 04.03.2011 номер 01.2400-1-32 порядки применения НРБ-99.2009 и ОСПОРБ-99.2010 при надзоре за установками рентгеновского сканирования людей Руководитель данного ведомства указал, в частности, следующее. Он ссылается на источник, но уже дается более грамотно юридически. Все рентгеновские системы контроля людей являются достаточно мощными техногенными источниками рентгеновского излучения, представляющими потенциальную опасность для здоровья человека. Их эксплуатация должна осуществляться персоналом группы А с выполнением всех мер радиационной безопасности, предусмотренных для обращения с техногенными источниками ионизирующего излучения, стационарное размещение сканеров, индивидуальный дозиметрический контроль исследуемых лиц и персонала, получение лицензии на деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, выполнение требований НПБ-99.2009 и ОСПОРБ-99.2010. По крайней мере, здесь человек ссылается на нормативы, которые можно забить в интернете и проверить. Для проведения исследования необходимо предоставить человеку информацию о дозе облучения, последствиях облучения для здоровья и получить его согласие на проведение исследования. Согласно пункту 4.1 правил пользования метрополитеном Санкт-Петербурга в целях обеспечения безопасности пассажиров досмотра в случае его проведения в соответствии с федеральным законом о полиции подлежат пассажиры багаж, в том числе вещи, находящиеся при пассажирах. В случае отказа пассажира от досмотра такой пассажир обязан немедленно покинуть территорию метрополитена. В соответствии с положением статьи 13 ФЗ о полиции, полиция для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется в частности право осуществлять в порядке установленным законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии данных. А вот теперь фиксируем. При наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо ядовитые или радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований для их ношения или хранения. То есть если у человека нет законных оснований их ношения и хранения, они могут изыматься полицией. Принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте, метрополитене, либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами. То есть когда действительно существует угроза пассажирам жизни людей, когда действительно могут какие-то подозрительные личности, что-то там такое подозрительное и вредное провозить, в этом случае, безусловно, полиция флаг им в руки, и они имеют право на досмотр, и все только за. Но когда заставляют прогонять миллионы людей, детей, совершенно ни в чем не повинных, просто людей, которые едут на работу, в школу по своим делам, и приравнивать их вот к этим преступникам при наличии данных, наличия данных на миллионы добросовестных людей у них нет. Соответственно, уже даже в этом законе видно, что они нарушают. То есть здесь вот косвенно, прямо здесь не сказано, но косвенно говорится, что только полиция может досматривать. Если у них есть подозрения при наличии данных, то есть им кто-то сообщил координацию на конкретных людей, что они продвигаются в сторону метро, у них может быть оружие или взрывчатые вещества, вот в этом случае, безусловно, полиция, полиция имеет право на досмотр. В статье 5 этого закона указано, что полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. Призываю еще раз, еще раз читаться, поставить на паузу и еще раз прослушать то, что я сейчас скажу. Давайте еще раз вместе. И вот для себя и я в том числе хочу еще раз прочитать. В статье 5 этого закона указано, что полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель и выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. Как только выяснили, разговор закончен. Все, граждане должны двигаться дальше, свободно перемещаться. Поэтому все самовольные остановки людей, вот просто охранниками, это не законы, это превышение их полномочий. Они просто не знают законов. Порядок осуществления личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, установлен статьей 27.7 Кодекса РФ об административных нарушениях. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей, производимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляется в случае необходимости в целях обнаружения орудий, совершения либо предметов административного правонарушения. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляется должностными лицами, указанными в статье 27.2.27.3 Настоящего Кодекса. Третье. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым присутствием двух понятых того же пола. Видите, сколько тут дополнительных моментов, которые надо четко знать, выучить. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице, ручной кладе, багажа, орудия охоты и рыболовства, добытой продукции и иных предметов, осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых. Четвертое. В исключительных случаях, при наличии достаточных оснований, не полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы. Короче говоря, вот здесь очень много интересного по поводу личного досмотра. И опять-таки, это когда люди идут с охоты, у них есть оружие, или у них еще есть какие-то инструменты, которые могут сойти за оружие, или еще какие-то непонятные вещи. Это да. Если опять-таки проходят простые граждане, добропорядочные, которые идут по своим делам, школьники, дети, подростки, из какой стати они должны прогоняться, без конца получать это облучение. С какой стати? Потому что им так удобно, потому что они работать не хотят, потому что им в лом просто вот наблюдать, или в лом, так сказать, нанимать профессионалов, которые бы видели, сканировали бы людей. Потому что профессионалы, они в толпе могут вычислить преступника. Зачем подвергать опасности здоровья миллионы простых добропорядочных граждан? Это уже преступление против здоровья. Только потому что люди молчат, только потому что люди не знают этих прав, не понимают опасности своего здоровья. И вот я считаю, что это замечательный, замечательный, исчерпывающий ответ Березуцкого Владимира Николаевича. В 2012 году он был сделан со ссылками на законы и о том, что рамки – это вредно для здоровья. Вот в этой части написано. Последствия облучения для здоровья, получить его согласование на проведение исследования. Вот очень хороший ответ. И здесь есть ссылки. И на источнике есть ссылки. Можно посмотреть и проверить вот эти все нормативы. Нормативы и выучить для себя. Но это не все. Собственно говоря, вот он, этот закон в консультанте плюс. Он уже свежий. КОАП РФ, статья 27.7. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Подготовленные редакции документа с изменениями, не вступившими в силу. То есть изменения есть, но они в силу не вступили. И вот здесь тоже подробно, со всеми ссылками все это можно изучить. Это то, что я читала ранее с сайта юристов. Личный досмотр вещей. Еще вот тут написано. В случае необходимости применяются фото и киносъемка иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. То есть вы тоже можете фиксировать фото и киносъемку, если вас проводят досмотры, если вы ни в чем не виноваты, ничего такого не везете, а к вам вот пристали, вы тоже имеете совершенно спокойное законное право применять фото и киносъемку и иные способы фиксации вещественных доказательств. Как они вас фиксируют, так и вы их можете фиксировать. Это еще одно. Теперь опять-таки. Консультант Плюс. Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу. Статья 13. Права полиции. Есть статья «Права полиции». Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права. Требовать от граждан и должностных лиц прекращение противоправных действий, а равнодействий, препятствующих законной деятельности государственных и муниципальных органов. Еще раз хочу прочитать. Законной деятельности государственных и муниципальных органов. Например, коммерческие лавочки не государственные и не муниципальные. Депутатов, законодательных представительных органов, государственной власти, депутатов, представительных органов муниципальных образований, членов избирательных комиссий и так далее. Проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении. Поэтому, граждане, пожалуйста, будьте бдительны и нервы должны быть в порядке, очень крепкими, потому что вас будут разводить на агрессию, и вот тогда они, вот этот пункт у них вступает в права. Если недобросовестные сотрудники, скажем так, антинародные, античеловеческие, они как раз и будут провоцировать агрессию для того, чтобы вот к вам применить вот эту вторую статью. Поэтому разговаривать надо очень сдержанно, очень доброжелательно и лучше всего с улыбкой, а лучше всего быть подкованным и подготовленным, когда вы хотите защищать свои права. Если не умеете защищать, значит, в какой-то момент, просто, может быть, на какой-то момент отступить, подготовиться и дальше уже идти в бой, более подготовленным. Бой, я имею в виду, вот, спокойным, доброжелательным тоном, но грамотным сознанием дела, с четкой, со своей позицией, своего права. Третье. Вызывать в полицию граждан и должностных слиз по рассматриваемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях. То есть к рамкам сейчас нам это не относится, это есть ли уголовные какие-то дела. Четвертое. В связи с расследуемыми уголовными делами, опять-таки уголовные дела мы не берем сейчас, это к нам сейчас не относится к этой теме рамок. Пятое. Беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения посещать в связи с расследуемыми уголовными делами, находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлении. То есть вот смотрите, граждане, если к вам применяются какие-то меры правонарушения административные, то есть кто-то превышает свои должностные полномочия, то можно вызывать полицию на основании пункта 5. То есть еще раз говорю, для этого внимательно все, прочитайте и изучите этот закон. Патрулировать, оставлять протоколы об административных правонарушениях, собирать доказательства, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, применять иные меры. Девятое. Производить случаи и порядки, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, следственные и иные процессуальные действия. Десятое. Проводить оперативно-розыскные мероприятия. Одиннадцатое. Применять в процессе контроля надзора, осуществляемый в соответствии с пунктом 26 ч.1 ст. 12 настоящего федерального закона. Двенадцатое. Вносить в соответствии с федеральным знакомым. Объявлять физическому лицу официальное предостережение, предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Еще раз говорю, что вести себя надо очень грамотно, очень корректно, очень сдержанно. Четко понимать и четко отслеживать свое поведение, свои поведенческие реакции. Иначе к вам тут же, так сказать, прилепят какую-нибудь вот эту вот часть статьи. Тринадцатое. Доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение в служебное помещение территориального органа, или подразделение полиции, помещение муниципального органа в целях решения вопроса о задержании гражданина при невозможности решения данного вопроса на месте. Опять-таки, что значит при невозможности решения данного вопроса на месте? Бывают такие моменты, когда пьяные или еще какие-то неадекватные люди, тогда полиция да в этом. Но когда это применяется простым гражданам, которые, допустим, не хотят маски носить, имеют право полное, вот они не хотят, имеют полное право, имеют право свободы передвижения, имеют свои права и свободы, и вот к ним, к простым, добропорядочным, добрым, простым гражданам начинают применяться всякие неправомерные методы, то есть вот куда-то их принудительно сопровождать. Вот это недопустимо для полиции, потому что они должны заниматься действительно нарушителями. Кто такие нарушители? Те, кто буянит, кто рушит что-то, крушит что-то, кто ругается матом, ведет себя непотребно, кого-то оскорбляет, кому-то пристает, то есть создает угрозу здоровью населения. Если человек просто добивается своих прав и разговаривает, то никакие вот эти принудиловки к нему недопустимы. Но это все надо выучить и вести себя соответственно. и так далее, и так далее. Именно вот правонарушение. Здесь очень много интересного, и это надо изучать. Изучать и изучать свои правовые нормы, и знать, как должна действовать полиция, в каких случаях и как. Это работа, это труд. Так, вот это я пока завершаю. Дам опять-таки ссылку на этот документ, и вы можете его изучать. Еще есть такой закон, статья 14, презумпция невиновности. То есть нельзя человека заранее обвинять в чем-то, если нет доказательств, если нет претензий каких-то к нему. Существует презумпция невиновности. Поэтому заставлять людей, миллионы людей, невинных, невиновных, добропорядочных граждан, прогонять сквозь рамки металлодетектора, вредя их здоровью, сканировать их рентгеновским излучением, которое якобы безвредное, это ложь, потому что оно накапливается, рентгеновское излучение. И Онищенко сказал, не более 20 раз в год, прогонять детей в школах через рамки металлоискателя, как преступников, если нет какой-то, вот мы уже только что прочитали, наводки для полиции, что это преступник идет, что у него может быть оружие или другие инструменты для правонарушения. Нельзя миллионы людей ставить в разряд с преступниками и заранее их обвинять в этом преступлении. Итак, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана, предусмотренном настоящим кодексом порядки и установлено вступившими в законную силу приговором суда. То есть только суд может определить, виновен человек или невиновен обвиняемый, если он уже там доходит до суда. Второе. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Время доказывания обвинения, опровержения доводов, проводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Третье. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Четвертое. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Это, кстати, очень хорошо знать и для тех, кто сейчас в судах разбирается свои дела, кого обвиняют. Он не может быть, обвинительный приговор, основан на предположениях. Это для апелляции, если что. Если обвинительный приговор вступил в силу, если он незаконен. То есть для апелляции в том числе. А для рамок, еще раз говорю, ставят рамки для преступников, для подозреваемых. Все население не может быть преступниками. У людей с презумпцией невиновности. Соответственно, даже с этих позиций рамки ставить в общественных местах, незаконно прогонять людей через эти рамки. Вот о чем речь. Вот это я хотела сказать. Еще рекомендую к просмотру вот этот сайт. Здесь есть подробное объяснение как раз по этой теме превышения должностных полномочий. Просто рекомендую это все изучить. Вот тут как раз все связано с рамками. По сертификату рамок. Чтобы не затягивать фильм, я просто вас отсылаю к этому сайту. Кто хочет более подробной информации изучить. Вот письма здесь есть. Ответы. Геннадий Онищенко заявил, что выборочная добровольная проверка ранее касалась только авиапассажиров, при этом проходившие эту процедуру, знал, какую дозу облучения он получает и не превышает ли годовая норма в соответствии с основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности НРБ-99-2009. Для человека, как правило, это не более 20 раз в году, потому что каждое сканирование дает 0,3-0,4 микродоз. Использование его не должно превышать в год 10 микродоз, то есть 20 обследований, говорит Онищенко. Теперь наши дети вынуждены в школах проходить каждый день минимум по два раза через рамки металлодетекторов, встает вопрос, кто и зачем вводил эти рамки в детсадах и школах, ведь бесконтрольный подогрев одна онкоклеток, которая есть в каждом, это провокация активации онкопроцессов. То есть это вредно для здоровья для всех. Те, кто говорит, что это безвредно, они просто лгут и они, получается, совершают преступление, вводят людей в заблуждение, и чтобы люди действовали против самих себя, против собственного здоровья, потому что это не просто там что-то как-то, сердечные клапаны меняют, потому что есть случаи, сейчас я его найду, этот случай, когда женщина умерла именно после прохождения этих рамок, потому что у нее был сердечный клапан вставлен. Но и вообще для здоровья вреден, потому что идет микроподогрев онкоклеток в том числе. Я думаю, дала достаточно исчерпывающую правовую информацию, сейчас еще найду эту информацию по поводу погибшей женщины. Вот еще, пожалуйста, можно ли с кардиостимулятором проходить через металлоискатель? Вот есть этот сайт, я тоже вам дам ссылку. Кратко и по существу, то есть краткомагнитные рамки с металлодетекторами на вокзалах, государственных учреждениях, аэропортах, при входе в места проведения общественных торжеств мероприятий, опасность представляют, их нужно избегать. Попадает список ограничений после установки кардиостимулятора сердца. То есть это даже медицинские показания, понимаете, ограничений после установки кардиостимулятора сердца. Рамки открытого типа антикражные устройства для большинства пациентов опасности не несут. Большой вопрос. Если они дают излучение, значит они несут уже эти микродозы, которые накапливаются в организме, имеют свойство накапливаться. Ручные металлоискатели, которые часто используют в аэропортах, на вокзалах представителей МВД или охраны, также относительно небезопасны для людей с имплантированным кардиостимулятором, если детекторы подносить близко к области имплантации ЭКС. Понятно? То есть напрямую говорится, что это вредно. И вот здесь в этом случае есть момент, вот видео, когда женщина молодая погибла, у нее был кардиостимулятор, погибла, проходя через рамки. То есть кардиостимулятор дал сбой. Вот таким образом. Также вам оставлю ссылку на этот сайт, можете ознакомиться. Я уже сказала, что я хожу мимо рамок. Я знаю, почему я хожу мимо рамок. Там стоят ограничения, я их отодвигаю. Однажды я проходила метро Велецкая, на вокзал выходила, и не было прохода, то есть рамки стояли вдоль дверей. Пройти, протиснуться было невозможно. На выходе их поставили. Я обратилась к охраннику и сказала, что за безобразие должен быть альтернативный проход. Он сказал, что он имеет отношение к вокзалу, а к метру он отношения не имеет. Тем не менее, через день я проходила там, и уже убрали эти рамки. Сидел человек один, была одна рамка, и сидел рядом человек, который, в общем-то, если он видел, что что-то не так, он мог попросить кого-то пройти через эту рамку. То есть люди уже шли свободно, уже мимо рамок. В данном случае здесь показано метро Царицыно. Посмотрите, стоит эта штука, пристегнутая к рамке. И вот с другой стороны можно обойти эту рамку. Но никто не обходит, потому что даже не думают об этом. А это уже на метро Павелецкое. После моего разговора с охранником, пожалуйста, установили нормальную арку на выходе из метро. Все уже никому больше не пристает. Благодарю за внимание. Надеюсь, что это видео вам понравилось, было информативно. Вы узнали много нового. Вы теперь будете по-другому относиться к этим рамкам. Вы будете более уверены в себе. Если изучите те законы, правовые нормы, которые я вам сегодня показала в этом фильме, ссылки будут в описании. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео. Берегите свое здоровье. Мы должны как-то думать о себе вместе. За нас это никто не сделает. Понимаете? Каждый из нас на своем месте. Это огромная сила. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова